Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. Это специальный выпуск, посвященный дню города Баксан, специальный мой подарок для его жителей, в котором я расскажу об истории, небольшой рассказ об истории города Баксан. Итак, город Баксан, как его еще называют в сердце Большой Кабарды, согласно одному из вариантов, с черкесского языка слово Баксан переводится как пеничайся, как вино. Бах и пар, а река Асаны – вино, напиток. По данным этнографа и историка Бугажнокова, именно между речи Чигема и Баксана являлись исторической землей, которая в фольклоре упоминается как Кабертей. То есть земля, которую Кабарде Тамбиеву подарил Инал святой и является таким идеологическим центром. Баксан – это территория столкновения старых Кашкаутской и Баксанских веток родовых в Кабарде. И здесь была установлена власть рода Атыжукиных. Здесь же находятся мифические пещеры Сос-Рыка и Курган-Бареш. Это такие яркие фольклорные точки в истории кабардинцев. Согласно официальным источникам, Баксан впервые упоминается в 1748 году в русских донесениях. Пойма этой реки была родовыми землями и местонахождением резиденции князей Атыжукиных. В 1822 году русские поселенцы основали напротив аула Кучмазукина свое поселение. И через три года Кабарда, когда была присоединена к России, к Российской империи, население этих аулов отказалось признать новую власть и ушло в горы. И среди вот этих жителей аула, среди непокорившихся жителей оказались также жители аула Кучмазукина, на месте которого находится современный Баксан. Большая часть их ушла за реку Кубань и там продолжилось сопротивление Российской империи. И когда русско-кавказская война уже закончилась в 1867 году, жители решили тогда только вернуться на свое прежнее место, историческое поселение к востоку от военного укрепления, собственно говоря, которое находилось на месте русского поселения. А к 1891 году восточнее этого укрепления уже выходцы из центральной России основали собственный хутор, назвали его по имени реки Баксана. В советское время часть сел и аулов была переименована, поскольку названия, которые относятся к княжеским, царским, каким-то дворянским именам, они неприемлемыми оказались. И Кучмазукина, которая имела такое название, получила новое имя Старая крепость. Во время Великой Отечественной войны все населенные пункты в этом районе были оккупированы немцами и освобождены зимой 1943 года. И многие местные жители погибли, защищая свои земли. В 1960 году было решено объединить поселок Старая крепость и хутор Баксан. И это, получается, адыгское поселение и русское. И населенный пункт новый получил общее название Баксан. Через три года после объединения это село получило статус города, городского поселка. А через четыре еще года Баксан стал городом. Город Баксана знаменит своими людьми, известными выходцами, видными политическими, государственными деятелями как России, так и Республики Кабардино-Балкария. Деятелями культуры, искусства и спорта. Ну, например, из Баксана вышел первый президент Кабардино-Балкарской республики Валерий Коков. Классики, просветители кабардинской литературы Али Шигенцуков и Нури Цагов Адам Дымов. Баксан подарил стране героев Советского Союза Василия Левченко, контр-адмиралов военных, артистов и композиторов Кабардино-Балкарии, спортсменов, которых из Баксана всегда было особенно много, даже и в советское время, и во время российское. Такова история этого города, сложившаяся из трагических и из, наоборот, из ярких эпизодов истории. Город, который стал, будучи еще поселком, скажем так, местом, откуда вышли такое количество, огромное количество известных, знаменитых людей, сам по себе говорит о том, что он, в нем была всегда такая особенная атмосфера, атмосфера развития, атмосфера стремления к чему-то новому, да, то есть было всегда, наверное, какое-то именно сообщество, особенно сегодня спортивное сообщество, если мы видим, что столько ребят из Баксана, которые участвуют на именно спортивных соревнованиях, занимают высшие места. Поэтому еще раз хотел бы поздравить город Баксан с днем города 20 сентября и пожелать его жителям процветания, и чтобы не терялся вот этот импульс стремления у жителей Баксана к достижениям, к чему-то новому, к достижению вершин, которые бы поставили их в один ряд со своими знаменитыми соотечественниками. На этом все, до новых встреч, всем пока!